всем чудесные пятницы друзья у нас максимально доброе компьютерное видео вещь сейчас будем делать которую я безумно люблю она простая приятная для конечного клиента максимально дает бурю эмоций а главное производительности собственно встречайте наш сегодняшний гость за спойлер мы сегодня будем делать апгрейд ноутбука и наш сегодняшний гость это lenovo g580 помимо того что начнем вообще с его так сказать и небольшой предыстории ноутбук это наверное где-то выпускался с 11 по 12 год плюс минус относительно удачная модель у lenovo несколько было у нее болячек проблемы с петельками у нее были во всем остальном если она шла на основе интеловской и и geforce проблем с этими аппаратом не было вообще никаких четко работали кроме поддона слабого проблем с ним никаких вообще не было в данном случае в принципе аппарате относительно достойном состоянии металлическая верхняя крышечка но проблема с петельками также есть они сильно расслаблены это нам сможет свидетельствовать это о том что возможно кто-то уже петли восстанавливал специально оставил петли то есть у нас в удобном положении крышка не держится то есть человек хочет поработать нет она видишь сама падает и так с этим человек и пришел я хочу вот этот момент устранить и если можно что-то с ним сделать прокачать то тоже это сделайте пожалуйста мы вчера посмотрели оценили аппарат и что хочу сказать его не только можно подоживить петельки я надеюсь но и сделать его гораздо мощнее начнем мы конечно с небольшой теории чтобы как я запускаю ноутбук захожу соответственно сразу в свойства вижу процессор b950 это о чем не говорит о том что это поколение sandy bridge второе поколение процессоров от intel и это pentium если у нас еще идет связки видеокарта здесь у нас есть видеокарты по-моему здесь 635 geforce идет что-то около того причем 635 geforce говорит о том что эта видеокарта использовалась еще и с третьим поколением intel то есть я потенциально думаю тут минимум 65 чипсет это означает что если дискретная видеокарта есть это означает что можно там в 90 процентов случаев ставить процессоры более мощный там и 3 5 а 7 потому что комплектации такие были с такой видеокарты у нас здесь 635 geforce это дает небольшую такой задел надежду что может у нас и третье поколение процессоров поддерживает как этот момент проверить можно скачать программу cpu id можно скачать аиду 64 но полную версию активирована то есть если у вас триал то вы не увидите то что нам нужно зайти системную плату в чипсет и увидеть что у нас на южном мосте у нас hm 76 это красотища 70 серии чипсета это чипсеты которые держат и вибридж то есть третье поколение процессоров это означает что если у вас допустим hm 70 мы не можем ставить процессоры там кора 3 корпетка себе но там 75 76 чипсет у нас руки вообще полностью развязаны мы в этот аппарат можем воткнуть вплоть до а седьмого третьего поколения без каких-либо проблем будет все прекрасно работать с на что понятно температурный режим чуть подрастут нам же нужно сделать максимально грамотный сбалансированный амбрейт что производительность увеличилась вот и человек не перегревал свой аппарат и он работал очень долго и счастливо какие мы вещи идем теперь что можем сделать в принципе эту информацию в массовых видео повторяли но для тех кто новенький для тех кто так сказать не очень соображает берем наш чипсет если вы не уверены что он поддерживает берем hm 76 сбиваем в пуски и у нас сайт cpu апгрейд заходим на cpu апгрейд наш hm 76 и здесь показывается поддержка всех процессоров под наш ноутбук начиная в данном случае у нас от а и третьего второго поколения и вплоть мы видим до седьмого третьего поколения тоже везде галочки стоят все это поддерживается все убедили что зеленая галочка стоит значит без каких-то проблем эта система потянет процессор более высокий теперь смотри какая красота нам нужно решить какой же процессор ставит а 7 как я уже повторился у них в основном идет 45 ватт в тдп то есть более жаркие процессоры и не всегда грамотно их устанавливать даже если у нас есть под рукой в данном случае считаю максимально сбалансированным чтобы человек действительно почувствовал прилив мощности поставить процессор сразу скажу что мы планируем его вставить корой 5 33 27 это и вибридж то есть что мы делаем мы меняем b950 pentium который более устаревший у которой встроена видеокарта по моему hd 2000 который 2 1 герц в стоке без turbo boost на процессор который идет уже с более мощной встроенной hd hd 4000 графикой 2.6 стоки по моему 3 3 в turbo boost и то есть проц что вот так на скидку производительность на дру больше чем в два раза превосходит вот этот аппарат то есть мы сейчас я это не просто теория понимаете этот в два в три в четыре раза если на практике вы никакой разницы не чувствуете то нахрен этот апгрейд сдался но я сейчас докажу что в принципе это имеет место быть в современном мире это действительно целесообразно сделать просто на банальном примере так мы берем старый процессор будем менять его на новый и как же нам понять насколько собственно грамм между ними разница понятно можно посмотреть всякую синтетику синтетику но самый простой тест соответственно на наш процессор заходим грубо говоря в браузер открываем youtube чик вот я уже заранее подготовил открыл одно из самых наших последних видео включаем здесь у нас full hd разрешения включаем этот видосик идет заходим в тот же диспетчер устройств и смотрим загрузку процессора и посмотри что происходит у нас просто при просмотре одного видео full hd 80 процентов загружен 80 90 он прыгает вот 85 75 мы сейчас просто без ничего без какой-то фоновой работы просто на десяточки причем здесь стоит ssd шка у человека оперативки здесь 6 по моему идет то есть 6 оперативки ssd шка видеокарта 635 но просто не вывозит при просмотре одного full hd видео все у нас практически загрузка это чем за час мы еще на ведет вам все у нас под сотку будет рубиться просто запустим параллельно там парочку каких-нибудь приложений еще на фоне что-то все будет не хватать и мы конкретно сами то есть запомнил нас 80 примерно 85 процентов загружен просто при просмотре одного full hd видео и все это за становится то есть некомфортно работать сейчас мы на таймлапсе поставим как я быстренько все это раскидаю добавим еще одну планочку на 4 гигабайта до 8 систему и вставим этот вопрос и посмотрим на практике насколько он теперь будет нагружаться даже в такой банальной простой вещи вам тоже это будет полезно если у кого-то такие старенькие аппараты моделька очень удачная со своими болячками но не критичными скажем там это действительно стоит такого бреда поэтому фиксируем камеру друзья разбираем его в круг делаем полный профилактику вставляем новые просто добавляем оперативки и покажем действительно насколько это улучшило данную штуковину я безумно такие вещи люблю и думаю этот аппаратик заслужил такого главное не забыть потянуть петельки и вообще посмотреть что с ними чтобы это у нас основной неприятный момент и пользование этому аппаратом поехали все прокручены до нас уже тут естественно были смотри 1 втулка 2 втулка 3 втулка а тут вообще у нас 4 втулка петли естественно восстановлены колхознейшим способом винты причем был вкручен один снизу и до сих пор остался просто не того размера еле выкрутил то есть конечно печальном состоянии у нас наша моделька постараемся подвосстановить настолько насколько это возможно а пока добираемся до материнской платы чтобы все это разглядеть поближе но работенки тут как говорится сверху добавилось еще в общем то и я это предвидел ожидал поэтому сильно мы не удивлены учитывая что имеем дело конкретно с этой моделью продолжаем крутить спасибо спонсору сегодняшнего ролика ивану павлу который дал блины который мы сейчас все живем на галине женщине иване павлова которая в общем спасибо ивану павлову что воспитал женщину так что она передает блины друзьям подтянули одну левую петлю вот и слава богу потому что там просто все намертво в принципе этого должно относительно хватить сильно это делать не будем потому что все остальное держится уже в разы лучше скажем так чем было не падает однозначно со временем возможно еще сама по себе чуть-чуть подтянется и будет еще поприятнее ну в общем оставили мы это так восстанавливать все втулки и делаем соответственно сам upgrade погнали топкис восстановили смотри еще что обнаружилось какая красота не находишь странно то что всего вернее все кроме одной лопасти отлетел ну-ка шумит ли это реально ну вибрация есть определенная не знаю насколько это человека беспокоил или нет но по-хорошему тут кулер тоже под замену идет надо позвонить и уточнить была ли такая проблема шумел или он вообще как человек на эту ситуацию смотрит но необычно действительно те кто был последний раз в этом ноутбуке лопасть саму вытащили то есть осознанно оставили вот такой кулерочек но не очень по фэн-шую давай просто сделаем сейчас знаешь что сразу заменим процессор делается максимально легко в 950 спасибо тебе за службу и вот давай поставим то что нужно ориентируемся по треугольному ключику и у нас принципе должен аккуратно нырнуть все hm 76 чипсет должен без проблем с этим процессом справляться мы души кажется наша душа спокойно разбираемся с тем охлаждением собираем все дела обратно и посмотрим все-таки сколько у нас грузится 3320 при просмотре флажди сравнение с 950 пенкиума и стоило ли это все того все максимально по красоте обезжирено сейчас нанесем 4 термопасту вот клиент сказал кулерочек менять ему не нужно его в принципе на данном этапе все устраивает я буду менять его чуть-чуть попозже вместе с матрицей потому что матрица не там тоже большими засветами поэтому ну это на совести клиента как говорится сломанный зато оригинальный все оставим всю эту красоту обратно пусть служит максимально долго и счастливо вот так вот увидимся уже при включенном аппарате простой ремонт всегда сопровождается множество мелочей подсобрал верхнюю топ крышку убедился чтобы никакие у нас крепления не болтались корпусе оказалось что у нас в одном из динамиков полностью оторван магнит и прям трясется внутри соответственно в его кожух если так выразиться пришлось вскрыть посадить магнит обратно вот и вот заклеиваем обратно чтобы хотя бы ничего лишнего не тряслось вот такие мелочи зачастую тоже встречаются насчет работоспособности тут под вопросом но хотя бы шуметь не будет это тоже мелочи теперь важно теперь точно увидимся даже все соберу несмотря на то что этот апгрейд превратился в оживление корпуса g580 но подозревал что это этим может закончиться восстановили все втулки исправили шумящий колонку некоторые крепления в общем клавиатура тоже одно крепление клавиатуры вырвано то есть человек который до нас крутил тот ноутбук делал петли отнес их немножко без души самое главное это результат у нас сейчас скорой 5 3320 м как я уже повторился 26 в стоке 33 в turbo boost и при желании может это у нас уже два ядра 4 потока вместо двух ядерника b950 но самое главное это производительность и на примере просто нас на фоне играется наше full hd видео и загрузка процессора примерно в районе 40 45 скачет плюс-минус от 40 до полтинника скажем там там у нас было под 80 лупила то есть мы практически в два раза мы сбросили нагрузку на процессор это означает что параллельно человек не будет чувство дискомфорт если будет смотреть видео запускать какие-то дополнительные программы даже те же игрушки это разница сумасшедшая будет в производительности по сравнению с обычным питьем официально как говорится все какие у нас были проблема сначала у нас было заявлено нужно было подтянуть петли сейчас все четко держится в любом положении но до достаточно все равно свободно чтобы напряжение на разбитые петли не было процессор есть оперативочка 8 просто красота дружище ты хоть и настрадался за все свое время но официально прокачан кулерок апдейт не шумит на удивление опять же если при нагрузке возможным начнется синить синие раскручиваться будет еще часы и браться но в данном случае несмотря на отсутствие одной лопасти проблем никаких нет надеюсь вы сегодня хоть что-нибудь для себя с утреца полезное вынесли из этого апгрейда модели этих лет 10 11 12 13 14 год очень зачастую имеют возможность апгрейда процессор то есть они полноценно съемные неюшки распаянность 14 15 года пошли энергоэффективные распаянное материнское платье здесь вы спокойно можете либо через cpu z либо через аиду 64 посмотреть свой чипсет и сделать что-то подобное спасибо что были с нами по основе это видео сегодня у нас стрим если все будет хорошо в 7 часов вечера так что приходите посмотрим поболтаем на компьютерные темы возможно подвечаем на какие-то жизненно важные вопросы и просто русаем о жизни кстати апдейт скоро приедет совсем скоро уже кнопочка ютубовская тоже будем отмечать это буквально уже на следующей неделе спасибо что были с нами хорошая вам офигенной пятницы увидимся с вами в 7 вечера все до встречи пока пока так это можно завершить по скриптам я забыл добавить то есть казалось бы встроенная графика 4000 на не так принципиально поскольку все равно есть дискретный но нет же если у нас задачи не требующий графической нагрузки то встроен 4000 на графика тоже будет быстрее вывозить чем встроенная графика поскольку они работают в связке то есть мы в каком-то смысле не только прокачали проц но и видеокарту в тех случаях когда дискретка не используется а это тоже приятно просто сам себя шустрее аппарат стал вот теперь точно до встречи в 7 часов